всем добрый день дорогие друзья всем желаю хорошего дня хорошего настроения у нас сегодня потеплее видимо мои подписчики нам подули тепло ну хотя утром было холодно я катю даже первому уроку не стала отправлять потому что было 34 35 градусов почти но потом учитель нам написал что может кати прийти ко второму уроку и я согласна поговорила с кати кати как сказала мама ладно я поеду в школу и сегодня короче говоря у меня все уехали в школу но сейчас днем то потеплее стало но утром было мороз еще но все равно уехали так что вот такие вот у нас новости я пошла магазин мне надо купить дрожжи о тайсон опять лежит мне надо купить дрожжи потом так по мелочи кое-что прикупить и будем потом с вами готовить что-то сегодня дятла нету куда он ушел опять она надеемся что больше морозов таких у нас не будет и будет тепло всем желаю хорошего дня и хорошего настроения берегите берегите свое здоровье тогда будет все просто супер так ребята сходила в магазин так как я нахожу магазин и не могу машину найти чтобы на оптовую базу сесть приходится вот понемножку потихоньку так закупки едет ну куда деваться придется так сейчас покажу что я купила так покажу предыдущую покупку все доставать не буду но вот такого масла я взяла 12 пачек в морозилке лежит просто показывает все доставать не хочу чтоб не разморозить сейчас что сходила магазин купила я люблю пользоваться вот такими вот дрожжами взяла тут последний магазин были 14 штук всю сразу партию забрала пусть будет у меня для выпечки самое то потом палочку колбасы мы папа может колбасу любим дальше 30 яиц сила яйца такие средние некрупные в принципе вот они так как наши куры совсем нестись не хотят дальше купила творог свежий привезли и сметанку к творогу взяла потом купила два кусочка свинины мясо без косточки вот это вот здесь вот есть небольшая косточка у нас магазине привозят мясо хорошее свежие еще даже не замерзшие очень хорошее мясо всегда беру дальше 2 булки хлеба купила маленький вылочек капусты сейчас суп сварю деткам мандаринки килограммчик тут больше килограмма я не знаю сколько короче полный пакетик взяла дальше крабовые палочки взяла пускай в морозилке лежит пять штучек чтобы салаты делать когда деткам иногда завтра я по идее сегодня хотела сделать ленивые пирожки но магазине оказалось кефир и поэтому завтра буду уже под караулю кефир куплю или в город завтра утром повезу машу поликлинику и куплю там тогда кефир и сделаю ленивые пирожки для этого мне надо будет яйцо и лук так что вот так вот и также купил кукурузу разную взяла вот такая вот одна 53 другая 55 рублей тоже пускай лежит в холодильнике салатики где-то что-то сделать где-то что-то понадобится потому что у меня кукурузу лучше едят чем горошек поэтому я стараюсь больше брать всегда кукурузы в целом вот такие вот у меня покупочки небольшие видите не могу машину найти уже не знаю что делать был бы у меня знакомый здесь вот который на заезд уехал подруга говорит блин вот он приедет уже поздно мне на сейчас и вот не знаю что делать ищу машину вот пока безрезультатно ладно разбираю убираю в холодильнике будем с вами готовить кушать всем добрый день дорогие друзья сегодня хочу вас познакомить с еще одной многодетной замечательной семьей в этой семье семеро замечательных детей мама с папой очень активные они ходят на природу они ездят на разные соревнования они своих роликах показывают обычный быт многодетной семьи прогулки все по дому магазины ходят вот то что дома делать всякие конкурсы у них интересные вот мир среди детей не своих делают всякие покупочки и много много интересного если вам интересно то проходите по ссылочке в описании и подпишитесь обязательно на эту семью я очень на вас надеюсь что мы поддержим много много многодетных семей и эта семья достойна ваших подписок ссылочка напоминаю еще раз в описании дорогие друзья я сегодня достала фарш помните у меня от пельменей остался фарш хочу сделать опять мясо картофельные драники мне дети попросили им тогда понравились они попросили еще сделать и на эти чё хочу сделать вот этих мясо срезать вот эту вот шкурку аккуратно и засолить как бы рулетиком сделать я смотрела в интернете рецепт и хочу попробовать сделать потому что шкурка хорошая мягенькая такая на эти попробую сделанную мясо сразу на кусочки от костей отрежу на кусочки сделаю потом пельмени опять с вами налепим капусту это сейчас у меня в суп пойдет сварю мандаринки детки уже таскают и творог сейчас тоже намешаю деткам пусть кушают ладно я будем с вами готовить кушать первую очередь надо почистить картошку для драников так разрезала два куска мяса вот здесь вот у меня получается пакетики все филейное мясо здесь вот шкурку которую я сняла все-таки хочу попробовать закрутить ее посмотреть посолиться не посолиться но не до мало но попробовать на чем-то же надо да и гор а это косточку от из двух кусков вот такая вот косточку с мясом сейчас ее сразу суп брошу буду варить ладно это убираю в морозилку это сейчас поперчу посолю заверну ниткой завяжу и узлу пускай соль так дорогие друзья хочу показать как я буду именно просаливать это сало берем соль и черный перец можно по идее еще немножко даже красненького добавить потому что у меня мужчины любят все из красным перцем так первую очередь давайте посолим у меня нынче крупная соль закончилась на крупную соль купить вот так вот все хорошенько просолим с обоих сторон причем я стараюсь как бы я понимаю что тут шкурка то сильно не просолится ну вот по бокам все везде вот это что прям сильно сильно просолилась и наш сало так все дальше перцем будем посыпать и промазывать хорошенько можно еще конечно чесночка добавить на что-то я это не хочу с чесноком и еще черного перца сюда я очень надеюсь что у меня получится то что я задумала так и можно по идее вот так вот даже скрутить потом вот она раскручивается ребята я даже не знаю как мне это сделать вот короче говоря как то вот так вот скрутить связать и оставить в таком положении на несколько некоторое время вот так вот можно просто вот так вот вдвойне сложить ее и в пакетик вот я наверно сейчас так вот и сделаю все равно еще свяжу и в пакетик уберу и просолю еще немножко и пускай солится потом через пару дней посмотрим что у меня получится так я достала еще вот этому свиной косточки куриный еще бульон будем делать со свининой будем нас упорить а это я достал кальмары хочу сделать с этим с яйцом пожарить детям нравится кальмар вот как раз приготовлю себя буду чистить картошку мыть ее и на драники так я начистила картошку и морковку сейчас часть я нарежу на суп а часть маша уже сейчас поезд пришла со школы поезд и поможет мне натирать да маша и натрет машинка на драники ну что приступаем к работе да и Субтитры сделал DimaTorzok Так, показываю, что на печке стоит. Здесь это у меня тут мясо, морковка с очистками, с капустой. Это я буду тайсену варить, но еще сюда, конечно, кашу добавлю, как вы думаете. Здесь у меня курица со свининой для супа. Так, я лицо не показываю, не переживаю. Маша мне трет картошечку, молодец, помогает. Вот это вот ей все стереть надо для драников картофельно-мясных. Я нарезала капусту, натерла морковку, лук еще сейчас втрую головку и сделаю. И там картошка для супа нарезана. Короче, мы с Машей готовим кушать. Субтитры сделал DimaTorzok Так, мы сделали все для драников вместе с Машенькой. Машенька мне помогала. Подержи, пожалуйста. И сейчас будем... Зачем мне две? А, ты хочешь? Так я тебе покажу, а потом будешь делать. Сейчас мы будем на сковородку разогреться и будем на сковородку ложить драники. Маша мне сегодня целый день хочет помогать. Я, говорит, хочу, я хочу. И поэтому будем сейчас с ней жарить мясо картофельные драники. Навела деткам творог. Вкусно, Ваня, творог? Да, творог они любят. Свежий, вкусный творог. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Первая пара драников. Мясо картофельных. Ну, больше картофельных, скорее всего, да, чем мясных. Потому что мяса я мало положила. Машенька мне также сейчас будет помогать, будет ложить. Я буду жарить. Хочется ей, хочется готовить. Я их готовлю под крышкой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, а здесь у меня уже приготовился вкусный-привкусный щи из капусты. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита тоже. Так, дорогие друзья, мы с Машей нажарили первую партию драников. Вот такие вот они у нас получаются. Горяченькие, вкусненькие. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, дорогие друзья, уже много нажарила. Сейчас деткам дам кушать. Сейчас остатки дожарю и все. Разлажу. Ну, вот такие вот они внутри получаются. Я тут съесть горчица сделала. Очень вкусные. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Продолжение следует...